Организатор акции, Управление массовых коммуникаций и Первый городской канал. По инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова. Захаров Николай Алексеевич служил младшим сержантом в 213-м отделении пограничного отряда. Прошел всю войну, был пульмётчиком в звании ефрейтора. Наводчиком станкового пулемёта 3-го отдельного батальона, 31-й отдельной лыжной бригады и командиром отделения. В выписке из архивных документов говорится, при занятии развилки дороги противника Лоустари-Сальмильярви в боях 10, 11, 13 октября 1944 года товарищ Захаров показал образцы мужества и отваги. Отражая неоднократные атаки противника, товарищ Захаров дрался, не щадя своей жизни. Видя ураганный огонь, уничтожил 20 фашистов, подавил огонь трёх ручных пулемётов противника. Награждён медалью за оборону советского Заполярья, медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны второй степени. Злобин Георгий Иванович родился 27 апреля 1919 года. Призвался в армию в 1939-м. Служил в кавалерии, осенью 1941 года направлен на оборону Москвы. В 1942 году окончил курсы радистов. До самого конца войны продолжал службу в качестве радиста в звании старший сержант. Был ранен, контужен, имеет боевые награды. Демобилизовался в 1946 году, но ещё служил в Германии до 1947 года. Награждён медалями за победу над Германией, за оборону Москвы, за боевые заслуги. Касьянова Нина Александровна родилась в дереве Касьяны Слободского района. На войну ушла в 17 лет. Работала на поезде «Милосердие» медсестрой. Помогала раненым бойцам при блокаде Ленинграда и на протяжении всей войны. Была ранена осколком гранаты. Малков Илья Константинович родился в деревне Осенцы. В период Великой Отечественной войны с февраля 1942 года по май 1945 находился в составе 126-й стрелковой дивизии. Стрелок-кавалерист. Участвовал в боях на Сталинградском фронте, на 2-м, 3-м, 4-м украинских фронтах в 1944-45 годах. Участвовал в освобождении городов Будапешт, Роман на территории Румынии, Дебрецен в Венгрии, Мариуполь, Волноваха, Чаплина и Боровенкова от немецко-фашистских захватчиков. Участвовал в прорыве обороны и освобождении звенигородка Шпола из окружения немецко-фашистской группировки. Имеет боевые ранения, контузии. Кокорин Александр Дмитриевич родился 5 декабря 1920 года. Когда началась война, проходил срочную службу. Воевал в 310-м стрелковом полку. Участвовал в первых боевых действиях. 22 июня 1941 года в сражении был ранен в стопу правой ноги и попал в плен. Познал все тяготы плена. Там над ним издевались и кормили картофельными очистками. Освобожден из плена в мае 1945 года. Имел медаль за победу над Германией. Умер в 1977 году. Желудков Петр Павлович родился в 1919 году. Участвовал в войне. На фронте возил маршала Конева. Был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны второй степени. Германией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова